физкульт привет дорогие друзья в эфире программа спорт на дону с вами роман саганов и сегодня мы в гостях у футбольного клуба на хичевань на дону и герой нашей программы президент футбольного клуба карен макарчан карен но первый вопрос здравствуйте сначала здравствуйте за карен первый вопрос такой сразу как на хичевань на дону такое на мой взгляд такое историческое сказочное название вообще откуда оно взялось как вы придумали это город нахчевань на дону мы хотим чтобы побольше людей узнали о том что у нас был город нахчевань на дону что здесь очень много в истории ростова на дону и дона много вложили армяне вот и споком веков мы вместе армяне и русские мы жили вместе споком веков вместе воюя и сохраняя свою родину маленькую что касается именно как она мы как получилось именно почему не сразу там до играя футбол не сразу мы это сделали почему ну нужно было какое-то время наверное мы сначала создали футбольный клуб кобарт играли я сам играл там до ездили на соревнования особенно для нас были самые важные соревнования это вот панормянские игры которые проходят ереване четыре года раз да как олимпиада то есть не только футбола разные виды спорта мы играя здесь представляет город таганрог во всех областных соревнованиях международных там соревнованиях и детская школа имеет там и все остальное во время этих конкретных олимпиадам приходилось нам искать может быть несколько еще там армяне там соответственно нашу команду там отделять то есть на тех которые есть армянская кровь и как-то может быть где-то неправильно получалось где-то ну ну что то не соответствовало знаете вот и люди многие начали а как а как так почему вот вроде тоже команда вроде отделяете вроде название то и поэтому когда мы уже посидели подумали вот прошлом году и решили что во первых очень много уже закрылись над тем именем что вот нахачевань на дону что город был уже многие забыли а многие просто произносят то что ну район там микрорайон нахачевань там да и все но на слуху врасте на слуху да да на слуху вроде но в тот же момент никто не может понимать а что это такое и мы решили вот сделать так чтобы приз представляя наш донской там футбол именно командой вот чтобы название было нахачевань чтобы все знали все понимали и кто не знает соответственно я не ленюсь сижу всегда объясняю говорю что вот так вот так вот история вот так мы многие и вот я честно скажу вот играли вот первый год до по третьей лиге ни одна команда не знала что это такое и все спрашивали то что торговый центр это что такое это я им объяснял что серьезно да серьезно говорю ну да конечно говорю вот представляете вот и какие на 2 еще переселила армян вот там 300 лет назад там вот так вот так и создалась город и все остальное то есть вы как говорится не только спортивную но историческую часть еще вас куб несет в россии вообще да по югу россии мы стали когда вот паноармянских играх мы участвовали вот четыре раза мы участвовали 2007 вот и каждые четыре года и вот наконец вот девятнадцатом году были были паноармянские игры сначала в арцахе вот степана керцей было открытие представляемый соответственно нашу донскую землю нашу вот мы сыграли там несколько игр сыграли уже в ереване финальные игры и мы выиграли и наконец-то вот это моя мечта была и не только моя наверное многих других и мы стали чемпионами среди всего мира да то есть среди мира армян хотя там многие там я же говорю естественно когда играешь ты с другими командами там с буйну с айресом или сам паулу или с лондоном каждый раз говорят на своем языке естественно мы на русском разговаривали они там точно не на армянском не на армянском у нас 50 процентов минимум это даже больше наверно не знают армянского языка ну кто-то мало знать кто-то это ну у кого-то там бабушка армянка там у кого-то дедушка там в аргентине в аргентине вот представьте они на испанско мы на русском а вроде все армяне да вот эти вот игры там какие виды спорта входят туда там где-то около 20 видов спорта входит там или 18 там и футбол мини-футбол до волейбол баскетбол не баскетбол там звезды тоже приезжают баскетбол очень сильно как раз там идет постана битва вот лос-анджелес там барбан гленда вот их ну лос-анджелес понятно и там все баскетбол играют сочи с нашей стороны представлял и вот постоянно вот это есть даже я честно сказать темнокожие там армяне соответственно ну-ка вот это смесь крови все равно смесь крови до что делать до этого так ну давайте тогда поближе вот нахичевая на дону для вас этот сезон был дебютным вообще как откуда появилась идея вот заявить команду сразу в профессиональный футбол так как мы играли вообще во многих соревнованиях мы в чемпионате нашей области играли я тут естественно везде переварился со всеми знаю там я же говорю даже у нас были товарищеские игры мы ездили в донецк там рядом с нами да вот исторические игры были вот поэтому как бы мы подумали решили что все-таки представляя наш дом и при том никто не представляет третьем дивизионе я честно говоря я не думал что настолько будет интересно я думал да будет интереснее чем область но не настолько но настолько она интересна и настолько серьезный уровень мы по первым матчам допустим когда мы собрали вроде да вот все вот хорошая команда там вроде все там игроки там вроде все нормально у нас тренер там профессионально вы знаете и вроде бы все должно было бы получиться из трех домашних игр мы всего одну очку собрали а почему потому что уровень был сильный а то есть вы пока не были готовы не были готовы да мы не были даже знаете как вот психологически может где-то может дикта физики у нас много не хватало то есть постоянно борьба постоянно постоянно вы знаете как вот движение все время и естественно для болельщика очень интересно смотреть это именно в плане игры ну надо вылаживаться до последнего то есть нету такого что вот если мы говорим да там ну 2 лига это там вообще будет я думаю что в плане в плане того в движения что третья лига что вторая лига они наверно превосходят даже и пример лигу потому что в пример лиги до более опытные игроки играют более такой спокойный футбол более контролируемый ну это вот лично мое мнение как вот можно сказать как болельщика там со стороны который видит а здесь больше движения постоянно 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 то есть молодых очень много футболистов и естественно каждый хочет себе показать чтобы в будущем там дальнейший футбол уже развиваться себе и никто не останавливает никто не жалеет даже вот так себя идея почему пришла ну я же говорю вот скорее всего из-за этого вот скорее всего и притом мне вот очень нравится вот знаете как это как международные игры получается да все таки вот мы играем представляем там у нас до большинства там армяне но есть и конечно ребята русские там ну наш ростовчане да все вот играешь там с калмыкия там допустим играешь там с дагестанскими командами там не знаю с кабардой там или с ингушетии с кавказскими да и все да и как будто вот они в сборные страны представляют да можно сказать там свою республику каждый на своем языке разговаривают как-то интересно все равно у каждого своя культура у каждого свое поведение футболе даже в той же самой каждый свой стиль играет может быть даже не тот который тренер поставил а может быть их не исторически которые в них вникло вот это все у них как как делается все это кто-то больше разговаривает кто-то больше грубостью давит а кто-то больше на технику такое тоже есть даже ну естественно да без этого без этого не обходи да без этого скучно будет поэтому у нас тут многое происходило карен ну вот вы сказали с такой неудачный старт получился в сезоне не было разочарование что вы там может зря мы это все придумали знаете как я вот допустим что я что наш тренер я не люблю разочаровываться ни в ни во что значит что-то надо исправлять раз не получилось знаю что надо исправлять и самое вот может быть или не знаю хорошее или плохое во мне когда я говорю давайте просто поиграем а выходит что никогда просто мы не играем я все равно горю нет надо выглядеть надо выиграть вроде состав там подобрали чтобы нам на будущее там это это не надо выиграть ребята надо играть и сын а смысл то команду создавать да если просто играть я честно вот не понимаю людей которые будут знают ну пусть будет там пусть покажет там ну как ну как можно выходить там не можно сказать сразу сдаваться ну ну нельзя ну надо биться надо За каждое, постоянно надо, все время надо улучшать, улучшать, раз что-то не получается, не только в футболе, а вообще во всем, в жизни, везде. Надо всегда стремиться выше и лучше, и лучше, и лучше. Если взять первый сезон, провели 5-е место, вы заняли в лиге, на ваш взгляд, как руководитель, как президент клуба, это успехом можно назвать или все-таки неудача? Ну, естественно. Вы как дебютант, опять же, вы дебютант. Мы хотели бы вообще, да, изначально мы сказали, если мы 5-е место попадем, это будет замечательно, вот, вот, изначально, особенно после первых игр, то, ну, вообще. А вот когда начали играть, и мы увидели, что, в принципе, там, через 4-й, 5-й тур уже, и больше, больше, мы увидели, что реально мы можем, мы и должны, и почему бы не попасть в тройку. И у нас были шансы до последней игры, вот, и мы предпоследнюю игру, вот, в Тагестан на выезд поехали, и мы вот проиграли Дербенту, вот, команда, ну, естественно, там ниже нас находится. Мы им дома проиграли, и проиграли там. А вот, допустим, прохладный, который стал чемпионом, мы их два раза выиграли. А как так получается? Вот объясните мне, вот, я тоже, вот, знаете, такая спортивная закономерность, да, вот, взять даже вот любую нашу ростовскую команду, да, тот же самый футбольный клуб Ростов, который может обыграть ЦСКА, а проиграть Химком. Вот вы как вот это объясните, вот на своем примере? Знаете, я, допустим, ну, мое мнение, что, во-первых, уровень настолько ровный, что ничего предсказывать, да, невозможно, это первое. Ну, а второе, вот, мне кажется, все-таки, знаете, как у нас, вот, у дончан, да, вот, есть такое, вот, знаете, вот, собраться, и надо сделать, ребята, вот, взялись и сделали что-то. А вот когда, вы знаете, вот, вроде бы, ну, а что там сделать, да, и вот получаем мы. Вот правильно вы пример привели? У нас у всех команд вот так, надо, ну, вот так. Можем взять, обыграть лидера спокойно, да, вроде, потому что мы собрались, там, сплотились, посидели, подумали, и серьезно отнеслись к этому. А можем проиграть в какой-нибудь, там, слабой команде, которая вообще даже и не, и даже не думала, что она там забьет даже, там, грубо говоря. Получается всегда так. Ну, вот, вы как руководитель, строгий руководитель, вы можете зайти в раздевалку и навтыкать своим футболистам? Вот, когда вот видите, что плохая игра в перерыве, заходите в раздевалку? Нет, знаете, как, каждый человек должен делать то, что он умеет, и должен ценить своих сотрудников, своих соратников и своих близких, да. Есть для этого тренер, которого я доверяю, я полностью во всем ему доверяю, и, естественно, он делает свою работу. Зачем мне лезть в его работу? Я от него спрашиваю это, а он пусть уже, как хочет, он не хуже меня будет, а рад, я это уверен. Карен, ну и напоследок такой вопрос лично от меня. В наше время тяжело руководить профессиональной футбольной командой? Да, я думаю, что да. Я думаю, что в наше время не только футбол, во всем тяжело сейчас. Карен, ну я желаю, чтобы у вас все получилось, и главное, желаю вам, чтобы в скором будущем мы увидели вывеску «Нахичевань на Дону» принимает московский «Спартак» или питерский «Зенит». Да, дай Бог, спасибо большое, спасибо и вам, спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напомню, это была программа «Спорт на Дону», с вами был Роман Саганов. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин